Поздним вечером закончились встречи в рамках первого дня заседания Межправсовета ЕАЭС. Сначала прошло заседание в узком формате. Главными вопросами здесь стали восстановление и уравнивание экономика, а также продовольственная безопасность. Необходимо будет выработать совместный антикризисный план в связи с резким увеличением товаров народного потребления и, в частности, продуктов питания. На полях сегодняшнего мероприятия у нас пройдут двухсторонние встречи, в рамках которого будут обсуждены наши насущные проблемы, вопросы сотрудничества, в частности, по поставкам горюче-смазочных материалов, увеличения квоты на сжиженный газ. Кроме того, будут обсуждены вопросы по поставкам продуктов питания, по отдельным, по пшенице. Как вы знаете, в прошлом году у нас было сложилось очень хорошее взаимодействие с нашими мукомолами. Мы обнулили НДС на импорт и на продажу. Соответственно, это дало возможность больше импортировать зерна из стран ЕАЭС, в частности, из Казахстана и из Российской Федерации, позволило заключить долгосрочный контракт и обеспечить нашу продовольственную безопасность. Кроме того, с коллегами из Республики Беларусь сейчас прорабатывается вопрос по поставкам сахара, обнуление экспортных пошлин для поставок внутри ЕАЭС. Второй, не менее актуальный вопрос – свободное передвижение грузов внутри Союза. Здесь главная роль отводится цифровизации. У ЕАЭС есть своя цифровая повестка и, увы, около 50 проектов еще не реализована. Есть небольшое отставание с планом. Связано оно прежде всего с тем, что не все страны могут внедриться в платформу. Однако, Кыргызстан является полноправным цифровым участником ЕАЭС. Кыргызстан является полноценным участником всех тех цифровых процессов, которые в рамках коллегии внедряются. В принципе, у нас есть подключение к интеграционному шлюзу ЕАЭС. Мы через него уже сейчас обмениваемся информацией по таможенной и по налоговой службе, касающейся взымания НДС и так далее. Но это как бы одни из первых начальных этапов в дальнейшем. Там есть очень много других процессов, касающихся и миграционных потоков, миграционной информации про население, про налоговую службу и так далее. Поэтому в этом направлении Кыргызстан тоже ведет активную работу. На данный момент интеграционный шлюз Евразийского экономического союза интегрирован с нашей системой Тундук. То есть те государственные органы, которые уже подключены к системе Тундук, имеют возможность через интеграционный шлюз общаться с государствами-членами ЕАЭС. Уже ближе к ночи начались двухсторонние встречи, так как Элбек Джапаров переговорил с премьер-министром в Республике Беларусь Романом Головченко. Отметили необходимость увеличения товарооборота. В прошлом году он действительно вырос практически на 50%. Достиг 72 миллионов долларов США. В 2021 году мы наблюдали позитивную тенденцию во взаимных контактах и в динамике двусторонного оборота. Оно увеличилось на 50%, но сумма, конечно, далека от того, что мы хотели бы. Уважаемый Эклбек Усенбекович, рад возможности встретиться, обсудить наше сотрудничество, наши проекты совместные. Вы уже сказали, что динамика есть, есть рост поставок с обеих сторон. Это важно, что тенденция складывается положительно. Причем с обеих сторон идет рост экспорта и белорусского в Кыргызстан, и кыргызского в Беларусь. Вопрос, который хотел бы сегодня обсудить, это развитие нашего традиционного сотрудничества по поставкам сельскохозяйственной техники. И как мы можем сделать их более привлекательными для потребителей, для кыргызских фермеров. У Кыргызстана и Беларуси есть хорошие договоренности в транспортной сфере. Наша страна намерена закупить на выгодных условиях автобусы и другую технику. В частности, в Бишкек в январе прибыл опытный образец Минского автомобильного завода. Сейчас он проходит испытания на территории города. Для еще более тесного сотрудничества в сфере экономики Клбек Джапаров предложил своему белорусскому коллеге провести в марте в текущем году в Бишкеке заседание кыргызско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству. Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном в прошлом году увеличился почти на 31%, но это непределно. Встреча Клбека Джапарова с премьер-министром Казахстана обсуждали, как увеличить показатель вдвое. Итоги первого заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло на прошлой неделе в городе Алматы, будут способствовать раскрытию всего экономического потенциала, отметил Аклбек Джапаров. Кыргызская сторона положительно восприняла договоренность относительно установки мониторов в рабочих кабинетах для отслеживания ситуации по беспрепятственному прохождению грузов на кыргызско-казахстанской границе в режиме реального времени. Надеюсь, это позволит избежать скопления грузоперевозчиков на границе. Для Кыргызской Республики важно, чтобы товары, производимые в Кыргызской Республике и Республике Казахстан, имели преимущество на внутренних рынках двух стран, в отличие от импортной продукции, ввозимой из стран дальнего зарубежья. Мы выступаем за создание благоприятных условий не только предпринимателям, сельхозпроизводителям наших стран и устранение имеющихся барьеров в сфере торговли, но и за обеспечение свободного перемещения товаров и сохранение стабильной ситуации на кыргызско-казахстанской границе. В свою очередь, первый заместитель председателя кабинета министров рассказал нам, что вопрос о передвижении товаров поднимался и на заседании межправсовета в узком составе. Рассматривались также барьеры, которые сегодня существуют между нашими странами. Надо отметить, что ряд вопросов, которые сегодня рассматривались, они касались понижения таможенных пошлин, кроме того, по вопросу налогового кодекса. Основные вопросы у нас были обсуждены по вопросу гармонизации наших нормативно-правовых актов. Все эти нормативно-правовые акты и принятые решения, они будут давать возможность развиваться нашей экономике. В рамках встречи Аклбека Джапарова и Алихана Смаилова также обсуждались вопросы строительства индустриальных торгово-логистических комплексов в районе автодорожных пунктов пропуска Актелек и Карасу и Аптово-распределительного центра на территории Крыгызской республики, открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в городе Бишкек и другие вопросы. В завершении встречи Аклбек Джапаров пригласил Алихана Смаилова посетить с визитом Крыгызскую республику в апреле текущего года и провести 10-е заседание Крыгызско-казахского межправительственного совета. Завершился первый день заседания межправсовета встречи Аклбека Джапарова и Михаила Мишустина. Началась она с передачи приветов президентов двух стран друг к другу. Затем прозвучало заверение «Россия дорожит стратегическим партнерством с Кыргызстаном». Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 47% и приближается сейчас к 2,5 миллиардов долларов. Нынешний год особенный для России и Кыргызии. В марте мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений. И хотел бы особо подчеркнуть, что Россия очень дорожит нашим стратегическим партнерством с Кыргызией, которая в первую очередь основана на дружбе, многовековой дружбе наших народов. Приоритетные задачи по расширению нашего сотрудничества по всем направлениям решает наша межправкомиссия со стороны России. Ее возглавляет вице-премьер Алексей Лугиевич Аверчук. Готовится проект межправ программы экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. И принятие программы, конечно, будет способствовать стимуляции дальнейшего роста товарооборота и наших взаимных инвестиций. Сотрудничество с Россией для нас имеет особую значимость в силу исторической и культурной общности наших народов, традиционных дружб, общих интересов, сферы безопасности, политики, экономики, военно-технической и культурно-гуманитарных областях. Особо хотел бы также поддержать вас и выделить знаменательное событие, то, что мы 30 лет будем отмечать в этом году с датой установления дипломатического отношения между нашими странами. Отмечая историческое значение и юбилейные даты, хочу вас заверить, что в Рызстане нацелен и на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Россией, основанного на многоплановом сотрудничестве, духе взаимного доверия и понимания. Заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет уже сегодня в расширенном составе. Участвуют в нем главы правительств Кыргызстана, Казахстана, России, Белоруссии и Армении. Екатерина Токамбаева, Джентай Макенов, Пирамида, Нур-Султан.